Всем привет, друзья! Вы на канале Киберок ТВ и мы продолжаем играть за нашу нежить друида. Прокачивать её до 68 левела. Да, чё-то я немножко подзабил на этого парня. У нас тут, смотрите, всё ещё 65 левел, но вот-вот возьмём 66. Так, у меня мышка перекрутилась. Это нехорошо, неудобно. Так, ладушки, на чём мы остановились? Соколиный дозор, там что-то можно сдать. Защита клана Северного Волка. Пожар потушен. Так, не то. Полуостров Адского Пламени нас интересует. Штурмовое укрепление, кипящая кровь. А, это надо собрать. Я помню, что вот по этому заданию очень плохо падают нужные предметы, так что его мы делать не будем. Доложите капитану следопытов Венрену в Соколиный дозор на полуострове Адского Пламени. Мы отстроились в Соколиный дозор совсем недавно, и теперь это наша военная база на юго-западе полуострова Адского Пламени, совсем рядом с Цитаделью. Союзникам вроде тебя, Гнилушка, здесь всегда рады. Если ты ищешь работу, то отправляйся к капитану следопытов Венрену и скажи, что тебя послал я. Он поручил тебе что-нибудь... он поручит тебе что-нибудь достойное. Так, лады. Пить кипящую кровь мы не будем делать, дозор летим туда. Наша главная задача, как вы помните, просто прокачать персонажа. По пути заглянем на эти башни укрепления. Если они принадлежат Альянсу, то попытаемся их захватить. Сегодня, кстати, я анонсировал уже стрим в 4 часа вечера. Давненько и стрима не было. Надо что-нибудь постримить. Я вот хочу СВТОР постримить. Наконец, добраться до Ревана. Но мой ланчер все еще не работает, так что я подписал стрим. Просто стрим, стримчик. Вот, если ланчер не заработает, будем стримить что-нибудь другое. Да, какие-то непонятные проблемы. И с ланчером здесь Вовке, с этим новым. Он до сих пор у меня ничего не обновляет. И с ланчером даже в СВТОРе. Фигня какая-то. Изрезанный холм. Никому не принадлежит эта вышка. Давайте ее захватим. Так, ну. Хорошо хоть в нейтральном положении. Золотой сансам. Золотой ням-ням. Я думаю, оно быстро захватит. Так что, друзья, жду вас на стриме. В 4 часа. Кстати, может постримлю что-нибудь новенькое. На самом деле, почему бы и нет. Вот я же играю еще в Тесло. Zelda Scrolls Online. Можно постримить. Прикольная игруха. Ну, если не получится СВТОР. Похоже на какую-то морковку или что это? Давай флажочек, быстрее меняй свой цвет. Ну да, на следующем флажке, наверное, все-таки поставлю на паузу. Все-таки, я думал, будет быстрее. Но быстрее не получилось. А сколько опыта нам дадут за это задание, кстати? 25 тысяч, в принципе, неплохо. С бонусами будет гораздо больше. Как раз апнется левелок. Где еще один баф? Вот он. Все, захватили. Христалище. Кто-то здесь уже помер. Ты кто? Труп друидида. Чувак, наверное, пошел спать. Встал на захват и пошел спать. Или уснул прямо на клавиатуре, да? Бывает. Так, ну, я, пожалуй, на паузу. Только что тут пролетел один альянсовец. Вот. Может, что вернется, я с ним повоюю. Давай. Засранец. Побоялся меня. У него 65-й левел. Такой же, как у меня. Да, я, кстати, пока был на паузе, придумал, чем займемся. На стриме, если я спатора не починю. Я недавно начал играть в Warface. Игрушка такая, шутерочек. Ну, чисто расслабиться, там, пострелять. Вот. Я думаю... Я помню, подписчики мне предлагали. Поиграть в Warface. Вот. Так что, если что, можно вместе побегать. Пве-компании поделать. Чем плохо. Пишите свое мнение, короче, в комментариях. Так, у нас еще осталась... Еще одна... Еще одно укрепление. Так что, да, друзья, можем Warface поляпать вместе. На самом деле. Игрушка бесплатная. Ну, фри-то-плей. Конечно же. Я там только начал. Вот. Так что это... Думайте, пишите комментарии. Во что стоит поиграть на стриме. Есть несколько вариантов. Warface. Mass Effect. Что я там еще говорил? Та же Вовка, конечно же. Ну, конечно же, большинство будет за Вовку. Ну, как же иначе. Но я постараюсь вам сегодня две серии Вовки выложить. Посмотрим. Ну, все равно, может, у Вовка будет. Да. Тяжелый выбор. Тяжкий, тяжкий выбор. Почти захватили. О, все. Орда. Орда. Вперед, Орда. Или как там... Как там кричится-то? За Орду! Все укрепления наши. Да. Так, ну что ж, полетели дальше. Подождите, стоп. Надо же сдать задание. Конечно же. В Тралмаре причем. Далеко лететь. Ну, не очень далеко, но... Все равно. Ох. Слышишь? Поехали. 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 Сила и честь. Славная работа, гнилушка. Я как наяву слышу звуки битвы, которая там разыгралась. Хотела бы я это видеть своими глазами. Хотела бы нежить Таурен, знак различия Орды. Печать Ралмара становится персональным при получении. Снимают все эффекты замедления движения и все эффекты, вызывающие потерю контроля над персонажем. О, круто. А, на все это даст? Да, сейчас не забыть мусор, еще продать, конечно же. Как я так инвентарь постоянно забиваю, а, друзья? Кто-нибудь мне подскажет? Даже эта шкурка лучше той, что на мне сейчас. Что за приколы? Надо переодеваться срочно. Главная сила. За честь и отвагу. Так, это сюда. Я не могу взять и отрили надеть. Камешек какой-то ненужный. Вот это у нас, как бы, навык. Давайте-ка мы его поставим вот сюда. Ой, не-не, не сюда, вот сюда. Отличненько. Так, что у меня из шмоток? 293 кожа, ловкость, выносливость. Блин, а есть что-нибудь более подходящее? Ловкость, выносливость. Да, давайте надевать. Почему не можешь? А, 68-й левел нужен. А, ну тогда все нормально. В принципе. Все правильно. Что такое? Так, мусор. Повышает дух цели на 3 единицы на 30 минут. Вот, этот бафчик мне пригодится. Повышает ловкость цели. Может быть тоже. Меч нафиг не упал. Карпы какие-то, кольчуги. Открой раковину. Ага. Сейчас откроем. Так, дробящие выкидываем. Я за танка играть не буду. Ожерели петли гороты. Продаем. Тканевая хрень. Продаем, продаем. Ловкость, интеллект. Пока оставим. Глянем, что там у нас надето. Кинжал. Кинжал тоже продаем. Если понадобится, куплю. Так, сыр нафиг пошел. Все нормально, почистились. Сойдет. Ваше время придет. Для этой серии хватит. Так, ладушки. Летим. Квин Рену в Соколином дозоре. И левел апнули, да. 66-й. Еще два левела. Я наконец-то попаду в Нордскол. Там минимальный левел 68-й. Так что, такие дела. Играет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. это вот это наверно скалин дозор да друзья вы возможно замечаете что я немножко тихо сговаривает а потому что еще 6 утра и моя сеструха там за стенкой спит не хочу быть слишком громким так ладушки кому я должен что-то сдать сначала от полета откроем конечно локация эльфов помните там что-то было в начале прохождение за за эльфов что вот эти вот кровавые эльфы да они как бы за пределе пошли чтобы найти себе тут новый дом или что что такое я помню припоминаю напомните мне в комментариях там именно в стартовой локации эльфов про эту тему говорили про то что происходит сейчас так где ты где заныкался ни хрена не пойму не понял ну-ка может он наверху где-то и так бы я сюда попал а телепорт есть какой-то да нифига себе капитан следопытов вен рен несмотря на то что мы прибыли в землю обетованную нам еще многое предстоит сделать ганилушка почему они считают что это их земля обетованная наш народ не достигнет кельтаса если мы будем бродить по запределю как потерянные должны быть найдены безопасные пути и ресурсы должны быть сохранены а наших врагов мы должны обойти или уничтожить да кельтас солнечный скиталец привел сюда свой народ скалин дозор добро пожаловать соколин дозор нежить вся наша вся на все наши ордынские союзники приветствую тебя здесь особенно те которые рекомендованы мартиком нас мартик видимо порекомендовал какой-то альянс обложил нас со всех сторон пилигримы синдерай все идут и идут в азерот так что мы должны найти дорогу о которой наши вездесущие враги не прознают ага я подумал немного и кое-что придумал мы проложили тайный путь через глубокий разлом да там кишмя кишат горные камнедеры но они всего лишь звери и быстро научатся нас бояться отправляйся к глубокому разлому и убей всех камнедеров которых встретишь думаю остальных это напугает смерть тем кто противостоит нам камнедеров сейчас будем убивать давайте телепортануть вот это технологии разыскивает разыскивается свирепая черноскребка согласно приказу капитана следопытов объявлена награда за голову крайне опасной твари матриарха камнедеров известный как свирепая черноскребка в последний раз ее видели в пещерах на дне глубокого разлома в качестве доказательства смерти черноскребки охотники должны принести ее когти а почему не голову дрэна речной ветер выпьем за то чтобы и не все не все за пределье было не все за пределье было таким голым как эти земли они совсем не похожи на зеленые луга и леса вечной песни ну я уже видел там не все такие земли стрелы бьющие без промаха пилигримы идут нескончаемой чередой а силы альянса зашевелились так что дел в соколином дозоре только успевай поворачиваться обычно я делаю стрелы для наших следопытов но уже довольно давно у меня нет времени даже собрать перья на оперение я дам тебе денег если принесешь хвостовые перья стервятника костеклю костеклювача в последний раз я видела как они кружили около костей каких-то огромных тварей к северу от сколиного дозора помни о солнечном колодце пилигримы все идут я вот понять не могу чем в озороте не живется я понимаю там их их родной луна свет был поражен чумой ну в плане я имею ввиду там нежить бродит и все такое рядом с их домом но могли в озороте себе домик найти зачем им в это убогое место которое развалилось на на куски и болтается в космосе пух и перья ракоа из логова халэш халэш вывели необычных птиц которых они называют калири мне удалось поймать несколько молодых самцов и кажется они вполне под поддаются дрессировке добыть самочку куда труднее но если бы у меня была хотя бы одна я смогла бы получить от них потомство лучше всего есть если самочка будет очень молоденькая совсем птенец ты что с ума сошла не смотрите друзья на это это подсудное дело взрослая дикая птица не выживет в неволе возьми эту клетку и ступай на юг к логову халэш разыщи гнезда с яйцами из которых должны вылупляться птенцы если ты раздобудешь юную самочку калири я награжу тебя по царски справедливость восторжествует ну ради награды помощь кенорийской заставе друид некий таурен по имени теорыжия грива непрерывно докучает нам просьбами о помощи она из кенорийской экспедиции их застава находится к юго-западу от дороги ведущей в зангартопе это чуть ближе холма колючего клыка да 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 там мы уже были за альянс в принципе здесь все локации одинаковые у всех хвостовой перо стервятник кости кости грыза давайте мы сначала хвостовые перья соберем этих стервятников так ну птичка иди сюда что помрешь или нет бур готова но хоть перышки падают это хорошо так давай вот так я пока не могу прочитать это запринание у меня есть определенная комбинация но она не работает потому что этим оба нападают на меня они должны стоять на месте вот так ну ладно бей ее палки не будем тратить ману хорошо стопроцентный дроп это мне нравится а чё это она повесила выносливо снижен на 12 нихрена си тканевые сапожки да вот эти перья лучше не брать это мясо а то опять инвентарь засориться так ману апнем себе еще две штучки и блин вот до сих пор баф действует еще 30 минут бонус опыта наверное надо было поменьше считать задание пользоваться этим бафом хорошо левел идет видите как прикольно почти почти 1 четверть уже прокачали просто убиваем обувь по сути одно задание только сдали думаю сейчас мы сможем опыта левел блин не выпало выполняя задание для этих эльфов выполняя задание для этих эльфов что-то на самом деле совах мне не очень нравится я соваха выбрал как хддшника своего чтобы потом где-то в данжах там в рейдах за него играть потому что раньше дд ему не нужно там в упор подходить к боссам там и все такое а так как я не знаю механик боссов лич кинга рейдовых боссов я решил что именно совах мне нужен ну вот соло качи в мире чисто как-то неудобно за него играть на самом деле наверное стоит все таки пока я еще не добрался до рейдового контента поиграть за за кошака как думаете готово сразу пойдем сдадим по пути все равно к следующему заданию мы не сдадимся стрелы бьющие без промаха ты принесла перья принесла это ждет она сказала принесла почему ты как говоришь принесла я же мальчик ну ладно пофиг да это подойдет нашим следопытам давно не хватает стрел так что одной головной болью стало меньше спасибо за помощь друид тебе спасибо да мы явно апнем левел успеть бы правда сдать парочку заданий до исхода вот этого бабчика детеныш камнеруба камнеруб вожак так когти черноскрепки давайте идем черноскрепку сразу убьем черноскрепка ты где так ты здесь нет камнеруб вожак а где черноскрепка черная скрепка неужели где-то под землёй не помню блин надо найти здесь есть подземелье какое нибудь ладно пофиг давайте бить детенышей надо подождать нет это не квестовый предмет нет это не квестовый предмет у нет динам динам м динам Вожак нам тоже нужен, да? Да, три штуки. Хм, это можно было бы надеть, но там не те бонусы. Готов, голубчик. Так, вон еще один вожак. Добьем, пожалуй, всех сразу. Так, восстанавливаем манну. Ну, друид мне нравится именно этим, что он может себе манну восстанавливать. Как вообще живут маги на этом сервере? Другого рода маги, я имею ввиду. Если у них нет такого навыка. Как можно жить без манны? Это же ужасно. Убил пару мобов и что, садись кушать что ли? Как так? Садись кушать. Ну вот, я двоих мобов убил и у меня половины манны нет. На четырех мобов получится, уйдет вся манна. А потом сиди кушай. Так, еще... Сколько мне там еще троих детенышей, да? Давайте продолжим. Ух ты, кинжал! Как раз пригодится, если я кота себе прокачаю. Еще синенький, может его и продать можно. Смотрите, выглядит неплохо, светится. Ну, в плане, он что, как это называется, зачарован или как там? Прикольный кинжалик выпал. Нихуна. Повезло. Жаль я не рога. Еще один. еще один последний так теперь нужно найти эту скрепку или как-то меня скрепку черноскрепку где бы она ни была давайте задание читаем потому что описано в последний раз ее видели в пещерах на дне глубокого разлома в качестве доказательства смерти черноскрепки охотники должны принести когти пещера я так и знал где эта пещера дай-ка гляну повнимательнее где я вообще нахожусь потерялся так я нахожусь здесь вот тут полин не вижу я никакой пещеры тут пещера есть нет там пещера нет там чей-то гробик могилка чья-то точнее найди попробуй этот вход в пещеру блин я в ней я в этой пещере был за альянс но я блин не помню но это не пещера это так или пещера все-таки смотрите там вроде как есть проход налево так и в стелсик проходим себе никого не трогаем блин нет это не пещера может там с той стороны не агрессии все хорошо а вот нашел ура я нашел эту черноскрепку грибочки и грибочки я пока не могу заклинание ни хрена как она меня дамажит а чон такая жесткая еще не как сейчас кони двинул надо двинуть коней где-нибудь поближе к выходу а чон такая жесткая чет не понял я ее в соло замочил за альянс можете там проверить в прохождении за рыцаря смерти и в соло раскрошила чон так блин ничего шмот что ли не прокаченный совсем как я даже не помню когда в последний раз обновлялся шмотку свою пипец ладно тогда мы это задание пока пропускаем наша главная цель конечно же просто прокачаться я думаю мы и без этого квеста прокачаемся так но могу я здесь испануться где-нибудь отлично это хорошо все пойдем тогда сдавать как думаете обнимал за одно задание или придется еще одно выполнить так кому я тут должен здорово дружище вен рэн глубокий разлом а чё это задание забыл взять неплохо гнилушка это научит камней дёров держаться от нас подальше почти левел левел теперь когда численность камней дёров уменьшилась надо указать пилигримом безопасную дорогу возьми этот факел и возвращайся к глубокому разлому разыщи там три маяка которые стоят вдоль дороги на восток зажги их и после этого возвращайся ко мне будь осторожен огонь маяков наверняка привлечет камней дёров донесение зураев после прибытия боевого к командира ромаса с подкреплением альянс и его дронейские приятели и чересчур осмелели они окопались во всех дронейских руинах отсюда и аж до шатрата в ответ тролли заложили новую заставу в восточной части замгардопе к югу от мёртвой трясины и окрестили окрестили ее заставой болотной крысы они еще способны шутить обитая в подобном месте я вот так не могу командир заставы просил меня прислать к нему кого-нибудь из резерва помни о солнечном колодце конечно не забуду как я могу забыть солнечный колодец западный маяк центральный маяк южный маяк вот они подсвечены сейчас у нас будет level up ой ой что-то я погорячился лунная походка под эту под эту походку нужно подставить одну музычку ну вы знаете о какой музычке я говорю наверно наверно знаете камни дзера что-то не напали на меня это хорошо где следующая а вот следующая все безопасно улетаем готово можно сдавать да ну вот мы и апнули 67 наверно я сейчас уже буду завершать серию вот останется только один левел качнуть и мы отправляемся проходить наверху 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 надо сдавать она решила осветить путь ты выполнила мою просьбу гнилушка почему они все обращаются ко мне как бабе я в женском роде чё за херня я чего-то не знаю глубокий разлом все еще опасен но по крайней мере там можно пройти если бы альянс не караулил все известные нам дороги вряд ли бы мы решили на решились на такое дело ткани кожа кожа хуже моей конечно ладно все наберем соединение с сервером потеряно как раз вовремя дали бы хотя бы задание сдать болин неужели сервер на ребут ушел ладно ну что ж друзья все равно я бы сдал задание уже и завершал бы серию но эта музыка эта музыка эта музыка нет блин ее youtube забанит эту гребаную музыку хоть бы дорожку не вырезали было бы печально конечно я сразу даже не не среагировал ладно друзья не знаю вырежет ли youtube дорожку не вырежет пофигу в общем ставьте лайки подписывайтесь комментируйте и не забывайте что сегодня стрим чанский в 4 часа приходите обязательно всем пока